Подмосковный поселок Перловка. Именно здесь, начиная с 82 года, жил и трудился Николай Андреевич Колесников. Чуть больше месяца назад, 22 октября, он ушел в вечность. За это время семья получила сотни писем со всего мира со словами утешения, одобрения и благословения. Николай Андреевич был служителем на Ниве Божьей на огромных просторах не только России и стран бывшего Советского Союза, но и дальнего зарубежья. Валентина Степановна – добрая помощница своего супруга, опора в его служении, любящая жена и прекрасная мать. Она много трудилась и сегодня продолжает трудиться во славу Господа. 62 года совместной жизни были славой Христа и прекрасным примером окружающим их детям и друзьям. Мы сейчас проводим эту беседу из кабинета Николая Андреевича. Я супруга его, прожили 62 года. И в основном это было… его была жизнь, в основном было это служение Господу. Это необыкновенное служение Господу. Даже в последнее время он столько сидел, читал, что даже мне пришлось говорить, ну нельзя столько много, 4 часа не отходя от книги. А к Библии он готовился. И даже были такие моменты, что он очень слабо себя чувствовал, можно сказать, плохо. А все равно, чем дома оставаться, я иду на служение. Даже в последнее время сказал, я уже в субботу умирал. А я сказала, не вижу, что ты умирал. В воскресенье ты собираешься на собрание. Вот это была жизнь. Еще я хочу повторить, что наша жизнь перед теми, кто прислал нам вот эти пожелания, соболезнования, да, она прошла перед вами всеми. Благодарю Господа, что действительно моя жизнь была с этим служителем. Теперь в течение этого месяца мы не сожалеем так мирской печалью, что он ушел из этой жизни. Его просто Господь перенес, необыкновенно перенес из этой жизни в вечные обители. И мы каждый день вспоминаем самое лучшее, сколько он дал примеров нам. И думаю, всем тем, кто с ним встречался, полезное для духовной жизни. При любой беседе всегда начиналось с духовного мала, его интересовало. Это земная жизнь, которая мы понимаем, как она каждого привязывает нас к себе. Но для него это было основное – служить Господу. Дорогие друзья, от имени детей, от имени внуков, от имени правнуков я хотел бы выразить благодарность каждому из вас за вот это время соучастия в нашей семье после того, как Николай Андреевич закончил свой земной путь. Прошло чуть больше месяца, но это были значимые дни и недели, которые стали свидетельством того, какое наследие оставлено было Николаем Андреевичем. Воспоминания о том, кто слушал его проповеди, лекции в библейских институтах и семинариях, кто-то вспоминает благословение их семьи, кто-то вспоминает благословение их детей, внуков, кто-то вспоминает какие-то особые моменты жизни, которые позволили соприкоснуться со служением Николая Андреевича. И это вдохновляет, это ободряет, это соединяет нас, как тело Христова, в том, что труд одного из служителей — столько благословений. Знаете, интересно было наблюдать, что прощальное служение, празднуя жизнь, уже более 13 тысяч просмотров, информационные сюжеты, тысячи людей. Сейчас мы специально создали в социальной сети Facebook страничку Николая Андреевича. Вы, кстати, можете посмотреть, где будут публиковаться интересные эпизоды жизни, наследия, высказывания, наставления, проповеди, потому что это живет, это продолжает жить, приносить плоды, вдохновение, ободрение для тех, кто даже не знал сегодня, до сегодняшнего дня Николая Андреевича, узнает что-то новое для себя. Поэтому, благодаря каждого из вас за поддержку, я хотел бы, чтобы мы продолжали ценить друг друга. Это очень важно, чтобы мы дорожили взаимоотношениями, которые через Иисуса Христа мы получили. Информационное бюро «Спектр», Москва.